В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, первый вопрос у меня такой. Хотят ввести в обязательную школьную программу уроки по шахматам. Вот как вы, как гроссмейстер, как профессионал относитесь к этому? Ну, я считаю, безусловно, это положительный эффект, но это должно быть на факультативной основе, поскольку всё-таки, я думаю, что родители и сами дети имеют право на выбор. То есть, если человек хочет заниматься чем-то ещё, там, музыкой или углубёнными иностранными языками, то это его выбор. И, безусловно, шахматы полезны для всеобщего развития. Я думаю, что как раз шахматы в школе достаточно позитивная программа в том плане, что чем больше людей узнают вообще, что такое шахматы, да, это касается подрастающего поколения, тем больше будет популярность у шахматы. Может быть, не каждый даже будет играть из этих детей, но, тем не менее, они хотя бы начнут понимать красоту шахмат. Потому что сейчас, конечно, не так много людей в принципе понимают. Интересно, на данный момент, как вы оцениваете заинтересованность у молодёжи шахматами? Ну, я думаю, что она на достаточно низком уровне, объективно говоря. Именно в России, да? Или это тенденция всего? Ну, может быть, за рубежом чуть лучше. То есть, за рубежом, скажем так, население, может быть, чуть больше интересуется шахматами. Но в то же время я хочу сказать, что, скажем, федерация российская, она достаточно неплохая относительно европейских. То есть, у нас в шахматы вкладываются действительно достаточно большие деньги, в отличие от Европы. Но, конечно, не будем брать в Америку и Китай. Там, наверное, всё гораздо лучше, чем у нас. И в плане вложений, и в плане, в общем-то, молодого поколения. А вы в каком возрасте поняли, что шахматы – это ваш вид спорта? Ну, я начал заниматься шахматами где-то лет в шесть, может быть, в пять с половиной даже. Но я параллельно любил поиграть в футбол. В общем-то, иногда в школу ходил. Но как-то так довольно быстро в шахматы пришли успехи. И в девять лет я выиграл чемпионат мира до десяти лет. И там так получилось достаточно удачно, что удалось заключить несколько спонсорских контрактов. Ну и, в общем-то, уже шахматы стали профессиональным видом деятельности. Для вас это был факультатив, правильно? Вы посещали какие-то определенные занятия? Нет, я посещал занятия во Дворце пионеров, ну, то есть специальные шахматные занятия. – А почему вы выбрали шахматы? Это родители вам посоветовали? Или как? То есть я шахматами не занималась никогда, хотя это интересно. Почему? Вот как? – Ну, как я уже сказал, у меня было несколько увлечений. Но почему-то вот шахматы вышли на первый план. Я могу сказать, что шахматы достаточно азартная игра в том плане, ну, в хорошем смысле слова, что вот я играл в несколько игр, скажем, в футбол во дворе, там, в хоккей периодически играли. Еще во что-то, там, в более позднем возрасте играл, ну, в разные другие интеллектуальные игры. Но как-то вот, когда я проигрывал в шахматы, мне именно хотелось отыгрываться, чего нельзя сказать о других видах деятельности. – А момент в своей жизни помните, когда вы уже поняли, что сможете стать мастером-гроссмейстером? – Ну, наверное, это произошло где-то лет в 15, когда я уже перешел во взрослые шахматы. То есть в детских шахматах всегда были успехи определенные, но вот этот вот переход из детских, юношеских шахматы, турниров, где можно ездить на чемпионаты Европы, мира, зарабатывать медали, но в плане повышения уровня все-таки это ничто по большому счету. Скорее, это даже такая немного опасная тенденция, когда ребенок думает, что он там чемпион в своем возрасте, но в глобальном плане он, можно сказать, ничего из себя не представляет. А когда уже ты переходишь во взрослые шахматы, сначала тебя обыгрывают, но потом постепенно уже набирается некоторый опыт, некоторые знания появляются, и когда уже ты понимаешь, что ты можешь на равных бороться с мастерами-гроссмейстерами, то, соответственно, и сам в скором времени выполняешь это звание. – Почему шахматы все-таки это спорт? Ведь спорт это все-таки в моем понимании, в общем, это отличная физическая форма. А шахматы нам помогают, допустим, похудеть? – Ну, шахматы – это все-таки интеллектуальный спорт. Похудеть они, естественно, помогают, в общем-то, потому что, вот я знаю, что… – Нервное напряжение? – Да, нервное напряжение, само собой, особенно проявляется в турнирах высокого ранга, особенно в нокаут-турнирах, где одна ошибка может стоить зачастую вылета. И в тех же нокаутах бывает так, что игра проходит целый день, то есть, например, играются две партии в классические шахматы, если они не выявляют победителя, то мы играем в быстрые шахматы, потом в блиц и так далее, и это может продолжаться с утра до вечера. И, конечно, к концу дня человек уставший, опустошенный и похудевший. Ну и, само собой, чтобы выдержать весь этот день, нужно иметь неплохую физическую форму. – А для вас самые сложные игры? – Ну, как я уже сказал, для меня, безусловно, нокаут самый сложный, потому что, во-первых, это очень важный турнир, это нокаут у нас, как правило, в Кубок Мира. – Ты объяснишь, что такое нокаут? – Ну, нокаут-система – это, например, турнир Кубок Мира проводится, где участвует 128 человек, и с каждым раундом их остается все меньше и меньше. И, соответственно, цена одной ошибки очень высока, поскольку, сделав неправильный ход, вы проигрываете и уезжаете домой. Ну, и стоит добавить, что Кубок Мира – это этап мирового первенства, то есть из Кубка Мира два человека выходят в турнир претендентов, где играет 8 человек, и из турнира претендентов уже победитель выходит на матч с чемпионом мира. Кубок Мира я играл, конечно, уже порядка четырех, наверное. Первый Кубок Мира сложился не очень удачно, но он был в 2009 году. 2011 год сложился чуть удачнее, я дошел до второго раунда, где проиграл «Россиянину», ну, который тогда, впрочем, был фаворитом, то есть это было такое ожидаемое поражение. А вот 2013 год сложился для меня триумфально, я играл с Владимиром Крамником в финале, удалось добраться, к сожалению, тоже проиграл, но, тем не менее, вышел на турнир претендентов, то есть выполнил главную задачу Кубка Мира. В прошлом году Кубок Мира для меня не сложился, во втором раунде, к сожалению, в упорной борьбе обидно проиграл, и поэтому в этом году не отобрался в дальнейшие турниры. А как проходят ваши тренировки? Ведь наверняка уже тренеры в нашем городе, вы их обыгрываете в легком. Тренировка проходит зачастую с компьютером все-таки, потому что сейчас компьютерные программы у нас достаточно сильные, и, конечно, они играют значительно сильнее людей, и, соответственно, могут подсказать какую-то идею. Вот сейчас какие основные навыки вам дали такие профессиональные шахматы? Можно их выделить? Вы знаете, я думаю, что профессиональные шахматы не дают в жизни никаких навыков. Все-таки не нужно путать профессиональный спорт с тем, что мы говорили, там, шахматы в школах, допустим. Если для детей это полезно, там, может быть, до второго разряда, то в профессиональном плане шахматы все-таки довольно специфическая игра. И как и у других профессиональных спортсменов есть определенные спортивные травмы? Ну, скорее, такие душевные травмы бывают, да, после неудачных турниров. Но дело даже не в травмах, дело в том, что это специфическая игра, и как бы для жизни я не вижу больших каких-то навыков, черт характера, которые могут помогать в обычной жизни. А вот сейчас много говорят о том, чтобы вести шахматы и сделать шахматы олимпийским видом спорта. Вот как вы к этому относитесь? Отношусь положительно, но об этом уже очень давно говорят. Дело в том, что об этом говорят... Ну, так и о ведении уроков в школу шахматы. Нет, ну, школа как-то у нас все-таки это в России началось, это несколько проще, да? А олимпийский комитет – это международная организация, поэтому пока что есть разговоры, но нету сподвижек. За скольких лет можно играть в шахматы? Ну, как показывает жизнь, у нас вот самые пожилые, скажем так, гроссмейстеры им под 50 – это Аннод и Гельфанд. Гельфанд уже даже чуть-чуть за 50 лет. И Гельфанд, ну, Борис Гельфанд – это израильский гроссмейстер. Он в 2012 году, если я не ошибаюсь, играл матч за звание чемпиона мира. То есть он вышел вот на свой пик именно в 2012 году, когда ему уже было прилично за 40. А в каком возрасте можно стать гроссмейстером? Я имею в виду, в каком возрасте нужно начинать играть в шахматы, чтобы, возможно, получить такое звание? То есть в 30 можно начинать и получше звание? Или все-таки все равно это должно быть с детства? Нет, ну, наверное, звание можно получить в любом возрасте, если есть желание. Но другое дело, что, конечно, если, там, скажем, вы начнете даже заниматься лет в 15, то вам будет очень тяжело конкурировать с детьми, которые начали заниматься в 5-6 лет. Конечно, шахматы и игра довольно сложная, и такой детский пытливый ум, безусловно, впитывает всю информацию значительно лучше. То есть в идеале, чем раньше, тем лучше. Но, опять же, я могу привести пример, что сейчас в Москве есть мальчик Миша Осипов. Насколько я помню, вот он начал заниматься шахматами в 3 года буквально. Сейчас ему, наверное, около 4-х, и он уже играет на вполне приличном уровне. А вы тренерской работой занимаетесь уже сейчас? Нет, как таковое тренерской не занимаюсь. То есть я скорее со своими товарищами, там, по сборной, или просто с какими-то друзьями шахматами занимаюсь. Ну, как спарринг, спарринг-деятельностью. То есть мы помогаем друг другу. Самые сильные ваши соперники, вот так сможете сразу назвать несколько имен? Самые сильные? Ну, безусловно, то есть я, в принципе, играл со всеми. Ну, действующий чемпион мира Магнус Карсон. Мы с ним играли первый раз даже, наверное, в начале, ну не в начале 90-х, скорее в конце 90-х. В 99-м году, когда был чемпионат мира до 10 лет, тогда удалось его обыграть. И причем вот у нас из России было несколько очень сильных ребят, включая меня. А чемпион мира, действующий Магнус Карсон, он тогда вообще никак не котировался. То есть был действительно такой... Ну, мне казалось, что он просто любительный. Сейчас вы хотели с ним встретиться еще? Ну, последний раз мы с ним встречались не так давно, в прошлом году, вот на турнире в Иконзе, в Голландии. И тогда сыграли в ничью. Ну, то есть вот у него интересно так получилось, что в детстве он не подавал никаких надежд, потом на какое-то время вообще отошел от шахмат, но потом у него семья приняла такое интересное решение. Они, насколько я знаю, продали всю свою недвижимость, купили вот эту вот машину на колесах, дом на колесах, да, и поехали путешествовать по Европе. И в это время Магнус играл какие-то турниры в Европе и достаточно быстро набрал определенный уровень, после чего уже стал, опять вернулся в профессиональные шахматы. Вы перед собой видели цель чемпиона мира, да? Да сейчас уже, честно говоря, наверное, нет. Почему? До 40 лет, мне кажется, как вы сказали, не можно? Нет, ну, безусловно, да. Ну, то есть я все-таки предпочитаю подниматься шаг за шагом. И сначала мне следует набрать, видимо, какую-то определенную форму, там войти, скажем, в топ-15, топ-10 хотя бы, прежде чем уже задумываться о более высоких достижениях. Сейчас это не так просто, потому что очень высокая конкуренция, опять же. В Китае есть талантливая очень молодежь, которой там 15-16 лет, и которая уже играет, ну, на моем уровне, или, может быть, пока чуть ниже, но в силу недостатка опыта. Но я не сомневаюсь, что через 2-3 года они все-таки уже станут очень сильными. А с чем это связано? С ними как-то по-другому занимаются? Или они более упорные, упертые и видят перед собой? Ну, наверное, в первую очередь они работоспособные, да. То есть они действительно все время... Менталитет, само собой, играет роль, плюс поддержка государства. То есть не секрет, что в Китае есть такие школы-интернаты, исключительно шахматные, где детей с самого, можно сказать, рождения принимают, отрывают от родителей, и они, ну, наверное, осваивают какую-то общую образовательную программу, но в то же время делают больше упор на шахматы. И, соответственно, государство оплачивает им, финансирует любые поездки по турнирам. Таким образом, они быстро набирают опыт, получают знания. Также лучшие китайские гроссмейстеры занимаются с молодежью. Они подключены к этой программе. Ну, и, в общем-то, это дает результаты. Вот могу сказать, что у нас в Подмосковье в этом году тоже планируется, насколько я знаю, открытие такого специнтерната, где дети будут получать общее среднее образование. Но, наверное, изначально будут настраиваться на профессиональные шахты. Вот перед интервью вы мне сказали, что гроссмейстеров, их много, а, как мне показалось, тысячи человек – это совершенно небольшое количество людей, тысячи гроссмейстеров на весь мир. Да, ну, может быть, сейчас уже даже больше тысячи, но просто дело в том, что в советские времена гроссмейстеров были единицы, а сейчас эта планка немного понизилась. То есть у нас так или иначе все-таки происходит инфляция рейтинга, и, как следствие, инфляция званий, потому что человек, который начинает играть в шахматы, он уже получает определенный рейтинг. Ну, это, в общем-то, происходит то же самое, что и там денежная инфляция, да, если мы напечатаем несколько купюр, их станет больше в круговороте, и таким образом рейтинги так или иначе растут слегка, и таким образом все больше и больше званий появляется. А все-таки надо учитывать, что в шахматы приходит довольно много людей с каждым годом. То есть, может быть, они даже не остаются там надолго, но они пробуют играть, они получают начальные рейтинги, и таким образом, в общем-то, гроссмейстера выполнить все проще и проще. Сейчас, ну, Международная шахматная федерация ФИДа думает о том, чтобы ввести звание супер-гроссмейстера, или назвать это как-то еще, но в целом я не думаю, что это важный аспект. Все-таки сейчас все определяет рейтинг, то есть, условно, как, например, в большом теннисе, там нет никаких званий, но есть рейтинги, и по этим рейтингам все сразу понятно. Дмитрий, спасибо вам большое за беседу, очень интересно. Успехов вам в вашей профессиональной деятельности. Телезритель напомнит, что в гостях у нас сегодня был гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. Спасибо за внимание, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова